МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании САМПО в студии Анны Яровая. Я и моя коллега расскажем о главных событиях этого дня. Нам удалось привлечь более 460 миллионов рублей с федерального бюджета на реализацию наших проектов и мероприятий. Реконструкция национальной библиотеки, издание книг, гастроли и новая техника в корейском правительстве подвели итоги года культуры. Дисциплинарный комитет принял решение, что эти отчеты недостоверны. Так сколько же владельцы автостоянок должны платить за аренду земли? Год спустя ответ на этот вопрос так и не найден. Ребята-велосипедисты и те, кто без велосипедов, попытаются установить рекорд книги Гиннеса. 100 скульпторов, 32 команды и масса развлечений. Организаторы гипербореи обещают в этом году вдвое больше сюрпризов. Александр Худиланин потребовал разобраться с ростом платы за тепло в жилых домах. Поводом стали жалобы жителей республики на резкий рост платежей за отопление. Один из таких примеров – поселок Бесовец, где управляющая компания Минобороны России Славянка выставила населению значительно возросшие счета за отопление. Как пояснил председатель Госкомитета по ценам и тарифам Артур Мяки, на увеличение платежей в начале года могли повлиять два фактора. Первый – погодный. В январе было значительно холоднее и поэтому топили больше. Второй фактор – новые нормативы, утвержденные Минстроем, согласно федеральному законодательству, для домов, где не установлены приборы учета, также могли повлиять на рост платы. Однако Александр Худиланин напомнил, что существуют предельно допустимые нормативы роста тарифов и превышать их не может никто. Глава Карелии потребовал полностью исключить возможность необоснованного увеличения платежей граждан за отопление и дал поручение провести тщательную проверку этих фактов с участием прокуратуры и других надзорных органов. Реконструкция национальной библиотеки, издание книг, покупка новых музыкальных инструментов в школы, гастроли, конкурсы и многое другое. Минувший год – год культуры – прошел в Карелии под девизом «От идеи к результату». О том, что было сделано, шла речь на заключительном заседании Оргкомитета в правительстве республики. Подробнее расскажет Алена Сянти. «От идеи к результату» – под таким девизом в Карелии прошел год культуры, объединивший усилия Минкульта и общественных организаций. В числе 95 мероприятий, запланированных и проведенных в Карелии в 2014 году, реконструкция национальной библиотеки, приобретение инструментов для музыкальных школ, работы по сохранению военно-исторических объектов, издание книг, проведение научно-практических конференций, гастролей и конкурсов среди творческих коллективов и многое другое. Год культуры нам позволил очень значительно укрепить материально-техническую базу учреждений культуры, как республиканских, так и муниципальных. Эта работа начата и она продолжается, она будет в этом году продолжена. Нам удалось привлечь более 460 миллионов рублей с федерального бюджета на реализацию наших проектов и мероприятий. По поручению главы Карелии особое внимание уделялось муниципальным учреждениям культуры. Полномочия в сфере культуры от поселений были переданы на районный уровень. Это, конечно, сразу дало ощутимые результаты, потому что у поселений возможностей и финансовых меньше, и поселения немножечко некоторые видели по-другому задачи свои по сохранению культуры. Когда все это централизовалось, возможности, конечно, стали совсем другие. Чувствуется, конечно, что и народу те мероприятия, которые проводятся и проводились в рамках Года культуры, очень интересны и очень нужны. Вы знаете, что у нас есть очень много разных таких традиционных праздников, причем в каждом поселении. Это и День культуры Ухтинских Карел, который очень интересен. Это и фестиваль международный Сомыла, который проводится. Это и праздники в деревне Хайкале на родине Артема Орца Степанова. Поэтому есть, что сохранить, есть, что рассказать, есть, что показать. Минкульт Республики отметил подарками самых активных участников проведения Года культуры. В их числе Каливальский и Пряжинский муниципальные районы, а также Минфин, Министерство образования и Министерство экономического развития Карелии, которые очень помогли в подготовке и проведении мероприятий. Елена Богданова подчеркнула и важную роль главы Республики Александра Худеланина, который поддержал все предложенные проекты, и благодаря этому удалось добиться их софинансирования. Министр культуры с благодарностью говорила об активном взаимодействии с общественными организациями. Один из примеров успешного проекта общественников – строительство дома карельского языка в селе Ведлазера. Сотрудничество с федеральными учреждениями культуры помогло организовать на наших республиканских площадках уникальные выставки и гастроли прославленных коллективов. И с завершением Года культуры эта совместная работа не закончится. Так, на этот год в Петрозаводске запланированы гастроли Театра Маяковского. 25 февраля в Национальной библиотеке состоится расширенное заседание коллегии Минкульта Карелии по итогам Года культуры и состоится торжественное открытие Года литературы, которым по указу президента страны объявлен 2015 год. Министр культуры прокомментировала на заседании еще один вопрос. Появилась информация о том, что на месте бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина может появиться трехэтажный дом. Такими планами поделились в фирме Техпромстрой, которая является собственником участка земли с полуразрушенным памятником культурного наследия. По словам руководителя компании Числава Скрипина, проект находится в разработке. Поскольку деревянные фасады здания охраняются законом, застройщику необходимо их сохранить. Предпринимателю пришлось отказаться от планов по строительству офисного здания из-за ряда ограничений. Так, градостроительный кодекс запрещает использовать горючие материалы, а значит офисное здание не построить. Зато можно возвести жилой дом не выше трех этажей. Так что на месте бывшей детской поликлиники может появиться многоквартирный жилой дом, которому пристроит реконструированный объект культурного наследия. Министр культуры рассказал, что об этих планах застройщика в Минкульте Карелии слышали, однако такой проект в ведомство не поступал. Я могу сказать, что сноситься это здание никак не будет, это невозможно, потому что это объект культурного наследия, оно может быть разобрано, но с маркировкой. То есть тот предмет охраны, да, если это фасад, то он может только быть разобран. Потому что экспертизы все прошли, собственник, как бы не поверив в то, что у нас действительно экспертиза, эксперты аттестованные дали правильную экспертизу, заказал свою экспертизу. Но та же экспертиза, заказанная собственником, подтвердила, что это объект культурного наследия. Поэтому снести его невозможно. Напомним, в феврале прошлого года строение внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия России. Оба собственника здания, компания Техпромстрой и мэрия Петрозаводска, получили и подписали охранные обязательства. Ранее у владельцев бывшей поликлиники был проект реконструкции здания, но он не соответствовал его историческому значению. Сейчас работа над проектом продолжается. Новое развитие получил земельный скандал в Петрозаводске, связанный с повышением арендной платы для владельцев автостоянок. Напомним, год назад хозяева стоянок получили уведомление о том, что арендная плата для частных парковок возросла сразу в шесть раз. Выяснилось, что перерасчет был сделан за шесть месяцев до этого, то есть новые договоры на аренду выдали задним числом. Сейчас, благодаря усилиям карельского уполномоченного по защите прав предпринимателей, результаты проведенной оценки арендной платы отменены. Однако, сколько арендаторы должны платить за свои автостоянки, они по-прежнему не знают. С ситуацией разбирался Максим Смирнов. Перерасчет арендной платы за земельные участки для автостоянок был произведен за шесть месяцев до вручения владельцам шокирующих уведомлений об увеличении аренды, то есть задним числом. И суммы за это время набежали немалые, от 300 тысяч до миллиона рублей. Тогда на встрече с чиновниками мэрии владельцы стоянок говорили, по-человечески непонятно, почему рыночную оценку арендной платы делала некая новосибирская фирма, и специалисты даже не приезжали в Петрозаводск. Оценщика по конкурсу наняла мэрия. Заместитель мэра Евгения Сухорукова на встрече в марте 2014 ясно дала понять, нормативы рассчитаны по правилам, тогда согласно закону от рыночной стоимости. Не нравится, обращайтесь в суд. Даже если вы дадите какую-то свою информацию и свое заключение по данной оценке, это не будет основанием для того, чтобы мы могли пересчитать арендную плату. Основанием пересчета является решение суда о том, что данная оценка является недействительной. Но арендную плату пересчитывать все же придется. И без решения суда. Бизнесмены обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей в республике. Елена Гнетова подала жалобу в российское общество оценщиков. Год шло рассмотрение. В итоге оценщика лишили лицензии на работу. Ошибки были признаны. Все произошло формально. Все эти отчеты об оценке сделаны как будто бы под копирку. Только может быть разница в адресе этих отчетов. А так они абсолютно ничем не отличаются. Какое решение принял комиссия? Дисциплинарный комитет принял решение, что эти отчеты недостоверны. Он должен переделать эти отчеты и заказчику дать отчеты новые. То есть теперь за спорный период оценщик должен либо пересчитывать арендную плату, исправив ошибки, либо, следуя логике, мэрия должна потребовать от нерадивого оценщика вернуть деньги за некачественно выполненную работу. И тогда совершенно непонятно, как быть с платой за спорные 6 месяцев. Хозяева стоянок пока платят по старой схеме и ждут. Слов было говорено за этот год немало. И обещано было разными службами, разными людьми немало о том, что этот вопрос решается. Но вот он, к сожалению, решается только нами, нашей борьбой. С помощью Елены Георгиевны больше он никем не решается. В июле прошлого года в республиканский закон о расчете аренды за землю были внесены поправки. Теперь расчеты арендной платы за автостоянки производятся не от рыночной стоимости, а от кадастровой. Но, по словам предпринимателей, они до сих пор не получали уведомлений об утвержденном коэффициенте исчисления аренды. Поэтому до окончательного решения хозяева стоянок и платят по старым расчетам 2013 года. На Карельском проспекте вместо подросткового клуба откроют магазин. В здании по адресу Карельский проспект 8 в скором времени откроют магазин. Там появился плакат известной торговой сети с надписью «Скорооткрытие». Напомним, изначально на данном участке обещали возвести детский досуговый центр в три этажа с интернет-кафе и офисными помещениями. Однако в начале прошлого года стало известно, что объект с уже построенным фундаментом и первым этажом городские власти продали компании «Чистый город», которая запланировала строительство жилой девятиэтажки. Против этого восстали жильцы соседних домов. Под напором общественности компания-застройщик отказалась строить дом, вернулась к возведению социального объекта, а затем и вовсе продала одноэтажное здание некой фирме. И вот теперь в судьбе здания появилась определенность. На Калийском 8 откроют очередной продуктовый магазин одной из крупных торговых сетей. А теперь коротко о других событиях в республике. В рамках расследования уголовного дела Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в отношении председателя Петросовета Олега Фокина. Его подозревают в мошенничестве, ущерб от которого, по версии следствия, составил около трех миллионов рублей. Вероятнее всего, дело будет объединено с предыдущим уголовным делом, в связи с чем председатель Петросовета 30 января был арестован на два месяца. Дорогой на миллион назвал автор этих снимков уборку снега в Петрозаводске. На улице Советская снегоуборочная машина вместе со снегом соскребла с дороги и асфальтовое покрытие. На кадрах видны глубокие борозды от ковша. В них, по версии горожан, впоследствии будет скапливаться вода, что приведет к разрушению дорожного покрытия. В день всех влюбленных в Национальной библиотеке Карелии пройдет лекция «Любовь глазами ученых». Врач-психиатр и научный журналист Виктор Лебедев расскажет слушателям о том, что происходит с мозгом во время влюбленности и после нескольких лет брака. А также, как математика помогает в выборе правильной стратегии на первом свидании и как биологи советуют одеваться на него. Тайны любви ученые раскроют 14 февраля в 17 часов в новом зале Национальной библиотеки. В эту субботу хор мальчиков Пемерова и академический женский хор Глория приглашают зрителей на концерт в рамках медиапроекта «Музыка души». Этим проектом юные таланты открывают Новый год. Проект является социальным, благотворительным и разработан теми, кто несет в себе веру, тепло и любовь. Все желающие могут послушать музыку души 14 февраля в 15 часов во Дворце творчества детей и юношества. Торжественное открытие Международного зимнего фестиваля «Гиперборея» состоится уже во вторник на следующей неделе. Организаторы праздника обещают, развлечений для жителей и гостей города будет в два раза больше, чем в прошлом году. «Гиперборея» совпадает с «Масленицей». Что и где будет происходить, расскажет наш корреспондент. Во вторник, 17 февраля, в 5 вечера у мэрии состоится открытие праздника, где пройдет жеребьевка команд, которые будут ваять ледовые и снежные скульптуры. 100 скульпторов, 32 команды и только 2 иностранные из Эстонии и Белоруссии. Организаторы сообщили, что теперь оплачивать проезд из Европы. Городу, увы, не по карману. Хотели приехать ребята из Харькова, но не смогли. В Харькове произошли несколько взрывов. Как говорят ребята, что очень сложно нам ехать сюда и делать скульптуру, когда у нас дома происходят такие события. Организаторы сообщили, что лед и снег в этом году высокого качества. Спонсоры обещали сделать подсветку. Основной праздник состоится в субботу, 21 февраля. Аттракционов и развлечений – десятки. Например, в этом году на Гипербореи будет устроен вилладей. По замыслу на льду Онежского озера должна появиться огромная цветная снежинка. Ребята, велосипедисты и те, кто без велосипедов, попытаются установить рекорд книги Гиннеса, построить, прорисовать огромную снежинку. Создана группа ВКонтакте, они уже собираются. Именитых звезд не будет, но будет зимний карнавал. Оригинальный сценарий – театрализованное шоу «Легенда затерянной страны». Приедут артисты из Питера. Основа спектакля, ее делает театр Бомбола из Санкт-Петербурга. Это синтез и артисты на ходулях, и циркачи, и спортсмены, и вокалисты. Должно получиться такое яркое событие. К этому спектаклю специально готовится свет. В рамках фестиваля «Гипермарея» жители города смогут наблюдать за первенством города по подлёдному лову рыбы. Должна состояться пробежка по льду Петрозаводск. Киже Петрозаводск будет катание на собаках и мотосанях. Организованы фотосессии, конкурс снеговиков и много других забав для детей. Завершится праздник салютом. В этом году 10-минутный праздничный фейерверк озарит Петрозаводск в 8 вечера. Такими были события этой пятницы 13 февраля. Я Анна Ировая и мои коллеги прощаемся с вами. Всего доброго и приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова